Ребят, всем привет! Доброго времени суток! Меня зовут Ольга, вы на канале Болочка. Сегодня, наконец-то, я хочу поговорить о пиратах. Давно я не обозревала, давно я к ним не заходила. Сегодня зашла, посмотрела несколько роликов. Нина меня все больше и больше удивляет. Не знаю, или она все специально это делает. Некоторые вещи, чтобы больше было просмотров, больше комментариев. Хотя, Нина говорит, какая мне разница, сколько вы пишете комментариев? Много, мало. Мне без разницы. Мне за это не платят. Да, за комментарии не платят, но за просмотры платят. А как многие в комментариях пишут, заходят для чего? Не столько посмотреть на Нину словы, как написать комментарии, почитать комментарии. То есть, сегодня утром Нина делала маску. Знаете, я помешана, честно говоря, на этих всех масках, особенно тканевых. Они уже не вернут на молодости, там какой-то, да, ну, увлажняет лицо, да, напитывает как-то, более свежесть ощущается какая-то, да. Я очень люблю, очень давно пользуюсь, наверное, лет с двадцати, наверное, лет двадцать точно ими пользуюсь. Всякими разными. Я это очень люблю делать. Но я ни разу в своей жизни, поверите, не использовала маску второй раз. И первый раз такое слышу, что можно ее использовать второй раз. Я бы до этого не додумалась. Или это просто для очередного просмотра, хайпа, да, чтобы больше люди возмущались, писали. Или Нина и правда считает, что это норма. Я, конечно, там не ученый, это какой-то не биолог. Но я просто представляю, да, хотя я, например, прежде чем наносить маску, я скрабирую лицо. Но все равно бактерии всякие, да, у нас на лице. Потом эту маску она положила обратно туда. Теплая среда, еще больше вот эти бактерии разрастаются. Потом опять на лицо. И потом вот эти, мне кажется, прыщи, раздражение. Ну, не знаю, это мое мнение, я не знаю, как вы думаете об этом. Но самое большее, что меня удивило, это просто верх цинизма какого-то, если честно. Пять дней назад Нина с Вовой ходили в магазин. И увидели, что ребенок что-то украл или что-то сделал. Ну, походу, украл, потому что Нина назвала его крысенышем. И там ходила, обсуждала, что вот это все не в благополучных семьях. Хочу, Нина, тебе сказать, бывают и в благополучных семьях какие-то неприятные инциденты. Да, это все-таки дети. Всякое бывает, и нельзя кого-то осуждать. Всякий может оступиться. Это может, Нина, ты у нас такая вся правильная была. Но что самое интересное, то, что сегодня Нина говорила о каком-то блогере. Я не знаю этого блогера, ни разу не видела видео. И я так поняла, что у этого женщины-блогера, да, ребенок, и там в комментариях что-то обсуждали об этом ребенке. Нина говорит, нельзя ничего плохого говорить о детях. Что бы они ни сделали, Нина, у тебя амнезия. Или от того, что ты снимаешь по пять роликов, а то и шесть со стримом в день, ты уже вообще ничего не запоминаешь, что ты говоришь, о чем ты говоришь. Или это такие двойные стандарты. То есть, если это просто какой-то ребенок, а не можно лить всякую грязь. Если ты ребенок какого-то блогера, в котором ты заинтересован, значит, так нельзя делать. Я вообще считаю, что детей трогать нельзя. И как-то их осуждать, обсуждать. Я вот этого вообще не приветствую. Я так понимаю, что этот блогер более успешный, чем Нина. Потому что Нина у нас к более низшему никогда не спустится. Она к Судаковой старалась как-то приклеиться. И к маме всея Ютьюба Елены Павловны, которую нельзя теперь называть имя. Так как она его запатентовала. Но как-то все ей давали отворот-поворот. И мне кажется, и тут она пытается как-то пролезть. И скажите мне, может, они дружат? Я не знаю. Я так много не смотрю Нину. Может, я чего-то не знаю, что она так выгораживает. Или хочет подружиться в очередной раз с кем-то. Так что у Нины двойные стандарты. Я этого не понимаю. Получается, какого-то чужого ребенка Нина себе позволяет осудить. Но если это сын блогера, который более известный, более популярный тебя, осуждать нельзя. Так ты, Нина, определись, можно или нельзя. Вчера Нина с Словой ходили к родителям. Вовы. Мне понравилось. Ну, понятно, Василек на халяву. Гостиницы. Один гранат и несколько киви. Зато после этого Нина с Вовой пошли в магазин. А почему перед этим Нина не пойти в магазин и купить что-нибудь Вовиным родителям? Не только просто то, что присылают на халяву, приносить. Знаете, я бы поняла, если бы у Нины Слова не было возможностей. Тогда речи бы не шло. Но когда у людей есть возможности, можно, конечно, своих родителей и чем-то побаловать. А не только прийти, покушать и уйти. Принести Василек и все. Потому что он бесплатный. Каждый раз меня передергивает от того, когда Нина что-то облизывает. Нина, я все понимаю. Тебе нужны просмотры. Ты делаешь хейт. Тебе все равно ты нормально воспринимаешь критику. Ты это выдерживаешь. Ты этого уже научилась, добилась. Но это противно смотреть, как облизываются все эти кастрюли маслом. Это кошмар. Меня просто передергивает от этого. Когда это прекратится. Так что у нашей Нины двойные стандарты. Когда ей выгодно, значит это так. Когда невыгодно, значит вот так. Хотя мне тоже кто-то писал, когда я сделала обзор на медведицу. Вот ты обозреваешь канал, у которого 30 тысяч. Я вам скажу честно. Чтобы делать обзор на кого-то, человек должен быть интересен. Медведица, вот честно я вам скажу, неинтересна мне совершенно. И если бы я косвенно не была с ней знакома, как говорится, обзора бы никакого не было. Потому что я лучше лишний раз Вову с Ниной посмотрю, чем медведицу. Когда на блогера делают обзор, значит ты становишься более популярнее, более смотрибельнее. И многие этого ждут, чтобы на них сделали обзор. Некоторые за это деньги платят. Мне не важно, сколько у человека на канале подписчиков. Он, главное, должен быть интересным. Вы даже можете обратиться, написать, у кого есть каналы, чтобы я сделала на кого-то обзор. Пожалуйста, пишите. Я сделаю. Если это действительно канал интересен, я посмотрю со временем и сделаю обзор. Но сделаю обзор своего мнения. Он не всегда может совпадать с вашим. И мне не важно, сколько на этом канале подписчиков. Один, два, десять, сто, тысячу, сто тысяч. Главное, чтобы это было интересно. И еще бы хотела сказать. Уже несколько раз мне предлагали совместное видео. Ребят, пока совместного видео у меня нет в планах делать какие-то совместные с кем-то видео. Не обижайтесь. Времени у меня просто на это нет. Маленький ребенок. Много тоже своих проблем, забот. Я не только живу ютубом. У меня, как и у всех, есть свои проблемы и заботы. Также мне писали несколько раз. Вот вчера девушка писала. Не знаю, может быть, обиделась. Инстаграм. Хотела лично общаться по ватсапу. Девочки, не обижайтесь. Вот честно. Но вы представьте, вас много. Я одна, я не могу со всеми просто физически общаться лично. Я всегда стараюсь отвечать на комментарии. Также говорила, если хотите чем-то поделиться, что-то рассказать, пожалуйста, вы можете написать мне в Инстаграм, на электронную почту. Я обязательно отвечу. Конечно, не сразу, но отвечу. Я всегда всем отвечаю. Так что вы не обижайтесь на меня, если я лично с каждым не могу общаться. Конечно же, спасибо большое, что вы хотите дружить, писать. Мне это очень-очень приятно, правда. Я всем стараюсь ответить. У вас все становится больше и больше. Мне очень приятно. Я не думала, что за такое короткое время я встречу столько интересных людей. Правда. Я вам всем очень благодарна. С вами очень интересно. Очень интересные диалоги. Очень интересно читать ваши сообщения. Так что пишите. Я всегда жду ваших комментариев. Спасибо, что вы со мной. Всем пока. Хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.